Всем привет, с вами Джейк, и это пятое, наверное, последнее видео по теме нубские сервера в Майнкрафте. Вот так вот. Я, как всегда, лазил по интернету и искал разные вот такие нубские сервера. Вроде, мне удалось найти один из них. Давайте прочтем его рекламку, пиар, вроде что-то этого. Заходите на сервер Майнкрафт 1.5.2. То есть, сам пиарщик не указал даже название самого сервера, поэтому мы заходим, не зная куда. Да. Хорошо. IP. IP я уже скопировал. Так. Есть меню игры плюс команда DUP. Ну, вообще, я не люблю DUP, но раз уж там есть команда, и это разрешено, то пусть. Просто я не люблю, как бы, читерить. Ну, иногда я играю на серверах, как бы, где присутствует эта команда. И да, признаюсь, что иногда играю с DUP, но только лишь потому, что, как бы, все играют, и это уже, как бы, норма. Хорошо, давайте дальше. Так. Норм спаун. То есть, пиарщик настолько ленив, что ему даже лень написать нормальный спаун. Да. Ничего не скажешь. Давайте дальше. Отзывчивая администрация. Заходите играть. Няшный смайлик. Хотя, стоп. Небольшая поправочка. Заходите играйте. Скорее всего, писал какой-то школьник-пиарщик, которому за пиар обещали либо админку, либо креативку. Примерно как-то так, скорее всего, потому что на многих серверах такая, можно сказать, услуга действует. Поэтому, давайте тогда уже зайдем на этот сервер и убедимся уж точно в том, что это самая обычная школа сервер. Ну, что ж, давайте тогда посмотрим. Итак, вот же, как на самом деле называется этот сервер. Freelancraft. Один игрок и 20 слотов. Ясно. Давайте зайдем. Я уже зарегистрировался, но ничего еще не смотрел. Также, кто захочет, можете зайти за моим паролем. Как всегда, лалка. Потому что на этом сервере я и не играл, и не собираюсь играть. Так. Ну, мы появились вот здесь вот. Ага, вот. Лаки, кстати. Вот. И первое, что бросается в глаза, этот суперский набор. Не понимаю, зачем мне два алмаза и вот этот, вот, три стака пузырьков опыта. Зачем мне? Неужели я настолько уже нуб, что не смогу сам себе, как бы, нафармить, что ли, из мобов, из рут там разных? Зачем мне это железо? Припустим, я хочу сам развиваться, а мне уже выдали почти все. Не люблю таких серверов. Ну, ладно. Телепорт по серверу. Вы слышите сейчас, да? Никак. Вообще, походу, забыли установить плагин, что ли. Так, это у нас меч. Ну, нифига себе. Зачем? Зачем мне такой крутой меч с самого начала? Ну, понимаю, если бы был только этот меч, бронька и 10 диаблок. Больше ничего. Но вот такой вот набор, это слишком. Чересчур, как мне кажется. Двухстволка. У вас нету патронов. Ну, хорошо, что хоть на это плагин есть. Рейнбоукрафт. Суперский топор. Вот, походу, админ бегает. А, нет, это не админ. Так. Защита 4. Ну, пусть. Ладно, мы появились вот здесь вроде. Так, меню сервера компас. Он как раз-таки не работает. Так. Здесь то же самое. Донат услуги варпдонат. Это мы проверим. Так. Появился еще какой-то чувак. Донат услуги варпдонат. Ясно. Зачем несколько раз вот эти таблички вставить? Это глупо просто. Ладно. Так, еще. Лагает жестоко. Я сейчас сделаю. Припустим, граф освещения минимум. Яркость 30 будет. У меня все равно немножко лагает. Так. Кто админ? Видимо. Вот этот Алексей пытается взломать админа, что ли. Позвав его на свой сервер. Сам иногда так пробовал. Так даже Тома сделает. Ладно, не важно. В общем, да. Спаун скачанный. Это сразу же заметно. Я просто не понимаю, почему вот такие вот школы админы не могут понять, что лучше уже построить свой, свой красивый спаун. Пусть не такой огромный, пусть, там, не знаю, пусть некрасивый какой-то, но главное свой, и главное, что он построен именно собственными как бы усилиями, что ли. А не так вот просто скачать. Вот такой, по-моему, такой же самый спаун есть на сервере Farbcraft. Когда-то я играл, там онлайн был примерно 500 игроков, я там любил играть. Просто ради того, чтобы погриферить. Там точно такой же спаун, и еще примерно на, не знаю, на 20 известных серверах такой же спаун. Это неинтересно уже просто как бы, и неинтересно, и глупо. Так, тут у нас мы видим Rainbow Craft. Видимо, это правило. Запрещено рекламировать сторонние ресурсы. Да я и не собирался. Кто будет рекламировать здесь что-то, если здесь онлайн просто жесть. Запрещено обманывать игроков на что-либо. Запрещено продавать игровые аккаунты. Запрещено скороблять игроков. Запрещено выпрашивать ресы донат у админа. Важно, правила будут пополняться. Ладно, правила пусть нормальные, не такие, как некоторые придумают. Что-то придумают такое, что даже прочитать невозможно. Так, спаун большой. Давайте быстренько осмотримся. Так, что-то залагало. Значит так, какие есть, кстати, наборы. Кит старт, кит бонд, кит ганн. Хорошо, потом смотрим. На спауне слишком много вот этих ненужных домиков. Я понимаю, что спаун скачан, но неужели, раз уже вы скачали спаун, неужели так тяжело хотя бы как-то подкорректировать, что ли? Не понимаю. Так, здесь у нас какие-то вроде типа магазины, что ли. CoinShop. А, это коин, типа монет. Ну, ясно. Сборка плагинов, скорее всего, скачанная, уже готовая. Но телепорт по серверу не работает. Такое было, по-моему, в третьем или в четвертом видео по моей теме, ну, скисерверов в Майнкрафте. Вот как раз такое же примерно было. Опять же монеты. Чем они отличаются, не понимаю. Хорошо. Может здесь можно их как-то закинуть. Я в этом не особо разбираюсь. Ладно, спам большой, поэтому давайте осмотримся. Это, скорее всего, магазин. Насколько я знаю. Ну да, магазин. Только здесь непонятно, что покупаешь. То есть можно еще и продать, и купить. Здесь просто хотя бы поставили таблички с тем, что покупаешь. Ну или хотя бы как минимум, уже специально для таких ленивых, как я и админ этого сервера. Хотя бы написали бы на табличке, что сверху вместо этого продать. Хотя бы написали, что купить можно. Здесь так же, да. Вот что это? Я не понимаю, что я покупаю. Зачем мне красители, а? Ох, не да уж. Давайте осмотримся. Еще. Магазин ресурсов. Тут у нас что такое? Не пойму, что это. Как всегда, много лишнего, ничего непонятного на спауне. Иногда просто уже бесит то, что даже можно запутаться на спауне. Вот. Так, охранник. Вот здесь, видимо, пвп начинается, да. На сервере работает бюд. Ну-ка, проверим. Ясно. Ну да, сборка плагинов такая же, как и на фарткрафт, на котором я иногда играю. В принципе, сервер был вайпе, поэтому на нем уже очень маленький онлайн. Но ладно, сейчас мы обозреваем этот сервер, поэтому забейте. Так, что у нас здесь? Я уже обошел. Вот видите, я просто уже не помню, что обошел, что нет. Спаун слишком запутанный. Вот там, по-моему, пвп арена, если я не ошибаюсь. Давайте пойдем и посмотрим, что там. Так. Так, да, скорее всего, это пвп арена. Арена, точнее, да. Здесь какие-то блоки никому не нужны, поставили админы, что ли. Да, точно такая же пвп арена на многих серверах. Нет, скорее всего, это разгрифилили, что ли. Да, вот здесь начинается пвп. Здесь можно выйти наверх. Ну, все ясно, но... Ну, как всегда. Ну уж так, охранники. Зачем они не нужны? Что? Что ты мне сделаешь? Так, кстати, есть ли на спавне бессмертность? Плагин на бессмертность? Блин, не могу проверить. С голоду умирай. Давайте. Я бежать уже не могу, нету. На спавне нету флага на бессмертность, то есть, если я, например, не знаю, новичок, который только что добыл ресурсы и пришел из шахты, и, не знаю, уже умираю с голоду, а на спавне еще и не установлен. Он флаг на бессмертие, то есть, виноват будет админ. Ну, в некоторой части я виноват, потому что, как бы, я заранее не сделал себе дом. Это гитлер. Фу, боже мой. Ладно, вы это ведь не видели. Я тоже этого не видел. Продолжаем. Ну, значит, виноват в большой части будет админ. Стоит все же установить бессмертие на спавне, потому что... И поставить сервер на нормальный костинг, потому что иногда лагает. Вот. У меня ком, я бы не сказал, что уже настолько слабый, что уже Майнкрафт вот так часто лагает. Ну, иногда бывает, но не так часто. Но, в принципе, в большой части сервер лагает. Да. Что здесь? А, здесь у нас донор. Давайте посмотрим цены. VIP 100 рублей, Premium 150, Creative 200, создатель 999 рублей, Admin 300, SuperAdmin 400, Box 450 и оператор 800. Я не понимаю только одного. Кто будет покупать... Ну, припустим, округлим тысячи. Кто будет покупать за тысячу рублей создателя на таком сервере, на котором онлайн за день не больше трёх игроков на сервере. Я просто... Я в шоке. Я бы... Я бы сделал цену создателю. По крайней мере, мой совет. Я бы сделал... Как максимум 500. Это даже слишком много. Но, кто будет покупать здесь оператора или создателя? Я просто не знаю. Я просто в глубоком непонимании. Как-то так. Просто ничего не понимаю, как здесь можно вообще продавать какие-то услуги на таком вот сервере. Я сначала бы его хорошенько раскрутил. Там, не знаю, купил рекламу хотя бы в какого-то ютубера. Там, пусть у него там 10 тысяч подписчиков, пусть так, купил бы рекламу за 500 рублей. Дальше бы люди пришли на сервер и получал бы деньги из них. Но ещё и 20 слотов. Просто бессмысленно существование доната на данном сервере. Так, ну и напоследок давайте тогда уже проверим наборы. Давайте всё это выброшим, чтобы оно не мешало. И, по-моему, есть набор кит-старт, кит-гам, скорее всего, оружие. И кит-бонус, посмотрим. Кит-старт. Так, нам выдало опять тот же набор. Хорошо. Опять... Кстати, сколько раз можно его вводить? Раз в 3 часа. То есть, раз в 3 часа я могу получить 3 стака пузырьков опыта. Да, это слишком читерско. Слишком уже. Я бы сделал раз, не знаю, в неделю такой набор. Это как минимум, да. Кит-бонус. Кит-бонус у нас... Так, это у меня изумрудный блок. Просто я, как бы, этот ролик, который вы смотрели перед вот этим обзором сервера, я просто, как бы, заменил на красный цвет, типа, хромакей, думаю, некоторые меня поймут. И просто заменил сзади фон в Sony Vegas. Ладно, пусть я сказал что-то непонятное. И сейчас вы просто забейте, не обращайте внимания. На самом деле, это изумрудный блок. Я просто поменял текстуру. Вот и всё. Так, нам выдало 10 золотых яблок, которые красоты из золотых слитков. Далее нам 3 изумрудных блока, железных блока, золотых блока, алмазных блока. То есть, кроме такого набора, кстати, сколько можно вводить его раз? Опять же, раз в 3 часа. Раз в 3 часа я могу получить полстака алмазов. То есть, вот так вот, да. И не только ещё, вот этот набор вообще. Да уж. Я даже просто не знаю, что сейчас сказать. Давайте проверим китган. Наверняка там нам выдадут оружие. Этого набора не существует. Может, вот так вот. Ясно, пулемёт. Ясно, как всегда, пистолет дигл. Ну, как всегда, самые обычные плагины. Ладно, проверить, есть ли на этом сервере плагин, запрещающий читерить, например, использовать в нодусе Fly, я не смогу, так как у меня не установлен нодус. Но, скорее всего, если эта сборка плагинов стырена и скачена, то, скорее всего, эти плагины присутствуют. В общем, в принципе, я готов уже, как бы, готов поделиться своими, как бы, впечатлениями и вообще рассказать итоги. Итоги сервера. Ну, и так начнём. Как только я зашёл на вот этот сервер, мне выдало такой суперский прям набор, который можно, кстати, получить раз в три часа. Это уже читерский и просто неинтересно дальше играть и развиваться, потому что нету смысла, так как нам все нужные вещи уже выдали в стартовом наборе. Что дальше? Дальше, если ещё ввести кит-бонус, то раз, опять же, в три часа можно получить три алмазных блока железных, золотых, там, изумрудных и ещё и на придачу, в придачу ещё и 10 золотых яблок, которые, кстати, крафтятся из золотых сливков, да. Кроме того, мне установлён плагин для телепорта, как бы, по серверу. То есть, сам вот этот компас есть, но когда кликаешь, просто ничего не происходит. Я вряд ли думаю, что это такие лаги, потому что я много раскликал и ничего не происходило. Вот так вот. Кроме того, вы видели, вы видели цены на донат. Это просто невозможно, невозможно, чтобы на таком вот сервере такие были цены. Я бы, я бы даже этот же VIP за, или VIP, или премиум за 150 рублей, я бы даже его не купил, потому что этот сервер того не стоит. Поверьте мне. Ну, хорошо. Буду теперь более конкретным. Ну, и так, итоги. Первое, это, как всегда, почти, по-моему, в каждом видео, слишком мажорский кит-старт, кит-бонс и другие наборы. Второе, то есть, как бы, второй минус. Это слишком дорогой донат. Это вот 1000 рублей за создателя. Даже на том же сервере Фарпкрафта, о котором я рассказывал, там даже создатель стоит, по-моему, 800, и там онлайн в день иногда больше, бывает, больше, где-то 100 игроков. А здесь 1000 рублей за создателя заплатить, чтобы просто поиграть на пустом сервере, это не стоит того. Еще, как всегда, у нас, конечно же, скачанный спаун. Скачанный спаун, который я видел на многих серверах. Просто, неужели так трудно построить самому спаун? Я просто не понимаю вот таких вот админов. Так, дальше. Не установлен флаг на бессмертие на спауне. То есть, опять же, как я говорил, если вдруг, там, я не знаю, добыл кучу ресурсов и зашел на спаун, так как я новичок и не успел построить дом, то я просто, например, умру с голоду, и виноват будет админ в том, что я потерял ресурсы. В принципе, как я говорил в небольшой части, и я виноват, так как не построил дом. Но, все же, за бессмертие на спауне все равно отвечает админ. Поэтому, это плохо, когда нету бессмертия, извиняюсь, когда нету бессмертия на спауне. Ну, и так, наверное, на этом у меня все. С вами был Джейкоб. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ни в коем случае не заходите на вот такие вот сервера, потому что вам просто будет неинтересно на них играть. Ну, с вами был Джейкоб. Всем до встречи. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok